В этом выпуске обсудили итоги прошедших выходных. В США состоялось шоу супертежей, Джаред Андерсон победил Риаду Мерри, а Афи Аджагба выиграл у Гуида Вионелла. Победитель намечающегося боя Филипп Харгович Даниэль Дюгуа может отбоксировать с Энтони Джошуа, а Джозеф Паркер бросил вызов Диллиану Уайту. Обозначили главные поединки этого уикенда. Дэвин Хэйни и Райан Гарсия за мировой титул WBC в первом полусреднем весе до 63,5 килограммов в США 20 апреля. Здравствуйте! Это программа «На ринге», где мы, как всегда, традиционно обсуждаем то, что произошло на прошлой неделе, актуальные новости и, конечно же, то, что будет на этой неделе. Здравствуйте! И начнем, конечно же, мы с того, что случилось в эти выходные в США. В прошлые выходные, прошу прощения. В США произошел очень интересный, занятный турнир по профессиональному боксу, конечно же, от компании «Топ Рэнк», где в главных поединках сразились представители супертяжелого веса. Коллега, какой бой тебе из этих двух понравился больше? Ну, наверное, главный бой все-таки с него начнем, но, наверное, немножко разочаровал меня Джаред Андерсон. Не был он каким-то таким острым, не смог, в принципе, нокаутировать своего соперника. Встречался он с Райандом Мерхи. Да, Ряд Мери. Да, и в принципе-то Ряд Мери чего-то такого особенного-то ему вроде как и не противопоставлял. Но при всем при этом сам и Джаред Андерсон не показал того, чего, возможно, мы хотели бы увидеть. То есть... Меняет стойки, несмотря на то, что... Кстати, один из его поясов выносил ему Шакур Стивенсон. Вот так? Да. Шакур Стивенсон под хорошую рэп-композицию они выходили, но после всего этого 10 раундов мне показалось немножко скучноватым. Ну, то есть все ожидали того, что Джаред Андерсон своего соперника нокаутирует, финиширует, разорвет, разберет на части. Этого не случилось, и поэтому люди, в общем, не в восторге. Да, но сам Джаред Андерсон сказал, что я был свеж все 10 раундов, я хорошо себя чувствовал, мне кое-что нужно поменять, и я к этому иду. Да, он меняет стойки, он достаточно технический, техничный боец, но по нынешним меркам, мне кажется, все-таки, с учетом того, что какие тяжеловесы сейчас есть, не самый выдающийся на данный момент пока боец. Но при этом ему 24 года, прогрессировать еще он, конечно же, сможет. Посмотрим, как будет дальше. Меня, честно говоря, в предыдущем поединке, точнее не в предыдущем, а в соглавном поединке очень приятно удивил итаянец Гуида Вианелла, который очень конкурентно сражался с Эфи Аджакбой, Эфи Аджакбой был фаворитом в этом поединке, но Вианелла показал характер, он такие банки выдерживал от соперника. Какие он попадал там, по-моему, в конце первого он как попал по своему сопернику, и там Аджакбой даже разочек там повело очень серьезно. Мне показалось, что если немножко итальянец прибавит, а Вианелла там постарался это сделать, то мог бы отправить в нокдаун. Он там даже постарался в концовке второго раунда где-то нарастить, но надо отдать должное, а Аджакбов все-таки выдержал этот натиск, и какие размены потом были. Ох, ох, там просто, это просто валидольные размены, можно было хвататься за сердце. Гуида Вианелла пропустил, и при всем при этом остался на ногах, остался в бою. Ну, коллег, знаешь, мне кажется, что вот после такого боя, с учетом того, что во второй половине дня, ой, дня, конечно же, во второй половине боя, Гуидо даже еще и прибавил в темпе, как-то так, как будто второе дыхание у него открылось, к нему такие могут, как какие-нибудь антидопинговые компании приехать его проверить, хотя он и не выиграл, потому что, ну, такая стойкость и такая хорошая, ну, просто форма, это мощно. Он тоже растет, тоже развивается. Это без сомнения, тут это мои такие просто так предположения. Коллега, я думаю, что это поражение ему не в минус, а даже, а скорее в плюс, по-моему, показал себя во всей красе и теперь его будут звать, приглашать и проверять им каких-то очень серьезных ребят. А у него это всего второе поражение в карьере. Всего лишь. Всего лишь, да. И парню 29 лет и... Не самый, кстати говоря, почтенный возраст для супертяжей. С учетом того, что тяжи раскрываются, как говорят, что многие с 30 до 40 лет, то есть для прогресса у этого боксера еще очень много есть. И он сейчас ярко о себе так заявил. Сто процентов. С тяжей мы начали, на тяжах, в общем-то, и продолжим. Потому что намечается великолепнейший по своей сути поединок по составу участников в супертяжелом весе Даниэль Дюа против Филиппа Харговича. Там где-то маячит рядом пояс IBF. И победитель этого поединка может скрестить перчатки, знаете, с кем? С великолепнейшим англичанином Энтони Джошуа. Представляешь, коллега? Да, это будет интересно. Какой-то жир вообще в плане матчмейкинга и имен. На 1 июня, кстати, планируется этот поединок. Да, Филипп Харгович, боец, который не имеет поражений вообще. Хорват. Хорват. Олимпиец. Олимпиец, да. И может сразиться сейчас с Даниэлем Дюбуа. Дюбуа в предыдущем поединке показал себя, в принципе, достаточно интересно. Да, с Джаредом Миллером он выступил очень хорошо. Многие уже не верили в него. Списали его, сказали, что все, стержень в середине него лопнула. Это безвольный боец, который всегда сдается. А он возьми, да, и такой бой закати. Да, и выиграй. И выиграй. Причем на характере в том числе. Поэтому Харгович, Дюбуа здесь, ну, не знаю тебе как. Вот лично для меня 50 на 50. Я не считаю Харговича таким супер-фаворитом однозначно. Для меня, скорее всего, наверное, Харгович все-таки будет казаться попредпочтительнее. Потому что все-таки поражения он не имеет. Он достаточно стойкий. Мы ни разу, я по крайней мере, не видел его в сложных таких, откровенно говоря, ситуациях. И, наверное, тут 60 на 40 все-таки. В пользу Харговича. В пользу Харговича, да. Филипп все-таки, наверное, у меня фаворит будет. И еще один поединок может состояться в супертяжелом весе. Как вы знаете, Джозеф Паркер стал временным чемпионом по версии WBO. Победил он китайца Джана Джилея. И есть у них опция реванша. Но Джан Джилей уже бросил вызов другому боксеру. И Джозеф Паркер, соответственно, решил тоже воспользоваться этой паузой. И подраться с кем-то еще. И он бросает вызов Диллиану Уайту. Тот самый опасный ямайский английский хулиган Диллиан Уайту возвращается на ринг. И уже получил вызов от Джозефа Паркера. Коллега, как тебе так вы поедете? Во-первых, те, кто не видели, вызов был брошен очень уникально. То есть Паркер записал клип, видеоклип музыкальный, с прекрасной музыкальной обработкой, с чувством юмора. И где эпизоды из их первого противостояния, так как это будет уже второй бой этих двух спортсменов. Паркер снял его в таком музыкальном стиле, очень весело, с хорошим чувством юмора. Те, кто не смотрели, посмотрите обязательно. Я думаю, по крайней мере, улыбнуться вам точно придется. Ну и все-таки второй поединок. А Паркер перезапустил сейчас, скажем так, свою карьеру. Мне кажется, после его победных поединков над многими сильными бойцами, в том числе и над китайским вот этим небоскребом. Мне кажется, Паркер сейчас идет на хорошей волне. И почему бы ему не попробовать взять реванш? Совершенно верно. Ну и Диллиан Уайт, в общем-то, не последний до сих пор человек. Конечно. Тем более там какой был первый у них поединок, какая была рубка. Там очень он был близкий, очень такой конкурентный. И второй бой может очень-очень хорошо так показать себя. Он может быть как минимум зрелищным. И собрать кассу, я думаю, что люди с интересом посмотрят. Потому что действительно, как ты сказал, коллега, Джозеф Паркер сейчас переживает о ренессанс в своей профессиональной карьере. И смотрится очень хорошо и с Джаном Джилеем, и с Уайлдером. С Уайлдером такой бой он провел великолепно. Просто шикарный. Я считаю, что этот бой как раз-таки говорит о том, что сильнейшие должны драться с сильнейшими, не избегать боев между собой. И вот это будет очень интересно. Тем более Джозеф Паркер сейчас стоит там в четверке, пятерке лучших тяжеловесов мира 100%. Еще две новости мы обсудим. Первое. Джарон Энис, чемпион мира в полусреднем весе по версии IBF, временный чемпион, подписал контракт с Дазен и с Эдди Херном. Ушел он от Элла Хеймана. И вот решил, что его карьера должна строиться именно в тандеме с английским промоутером, с Эдди Херном. Как тебе эта новость? Эдди Херн уже заявил, что Джарон Энис действительно очень уникальный боец. И они смотрят на то, чтобы со временем сделать ему бой против Терренса Кроуфорда. Ну и сейчас будут большие предложения. Я слышал несколько вариантов боев. Уже там у Эниса было наклевывалось, как говорится. Ну, у него есть обязательный претендент, канадец Коди Краули, который, кстати, уникальный парень. Он обязательный претендент сразу по двум версиям. По IBF и по WBC. Ну и, конечно, да, такая фигура, как Терренс Кроуфорд, она, конечно же, маячит на горизонте. Ну и еще одна новость. Она связана, конечно же, с Шавкатом Рахимовым, бывшим чемпионом мира по версии IBF. В первом легком весе Шавкат заявил о том, что поднимается в весе, переезжает, по-моему, на несколько лет, там, на два или на три года в США тренироваться. Что скажешь по этому поводу, коллега? Это великолепно. Шавкат действительно много гонял веса. Это, возможно, стало для него определенной причиной того его поражения досадного, которое произошло у него. И сейчас, поменяв весовую категорию, Шавкат, я думаю, сможет еще перезапустить свою карьеру. И, как он сам сказал, что отдал боксу очень много лет и хочет посвятить еще два-три года на то, чтобы добиться вновь боя за титул. И было бы интересно посмотреть. Стать чемпионом. Стать чемпионом, да. Это было бы здорово. Слушай, да, вопрос, в какой весовой категории Шавкат может поступать. Ну, Шавкат сказал, что либо это будет весовая категория до 61,2, либо, возможно, следующая весовая категория. 63,5 КГ. 63,5, да. Поэтому, ну, слушай, весовые категории, где полно серьезных, мощных ребят. И легкий, и первый полусредний вес, наполненный хорошими, очень яркими бойцами, бой с которым может, как бы, быть помимо того, что принести титул, еще и принести хорошие гонорары. Совершенно верно. Вот перекидываем мостик мы таким образом в будущее, в эти выходные, конечно же, все внимание в эти выходные будет приковано к Соединенным Штатам Америки. А почему? А потому, что там состоится поединок. Как раз таки в весовой категории первый полусредний вес, он же суперлегкий, 63,5 КГ по версии WBC. И Девин Хэйни, непобежденный, серьезный, опасный мужчина, будет защищать свой пояс от посягательств своего давнего, непримиримого соперника Райана Гарсии. Почему давнего? Потому что эти парни знакомы еще с любителей, шесть раз они встречались и какой счет встреч, коллега? Ровный причем, да? 3-3. 3-3. Вот такой вот. В каком возрасте они там встречались, тяжело сказать. Может, они там еще с юниоров сражаются между собой. Но при всем при этом Райан Гарсия в данный момент стоит на шестой строчке рейтинга WBC. Не самый, наверное, опасный в этой весовой категории, но при всем этом самый медийный, наверное, боксер. 100%. Который постоянно записывает много видео, постоянно шумит, постоянно о себе напоминает даже своими последними заявлениями. Совершенно верно. Многие считали, что его все-таки бой может не состояться, а к психологу могут привести Райана Гарсии. Но этот боец собирает стадионы, его смотрят, его хотят видеть его бои. Он бьет, и бьет неплохо, он является нокаутером все-таки. Да, при том, что он правша, его левый крюк очень опасен. Да, многие считают, что этот 25-летний боксер является, скажем так, скрытым левшой. То есть это у него сильнейшая рука. Ну и при всем при этом у него одно единственное поражение в карьере. Да, досрочное от самого Джерлон Те Дэвиса. После этого он смог вернуться, закрыть то поражение, победил своего соперника там. Коскара Дуарте. Да, и победил его в декабре прошлого года. Досрочно. Хотя по ходу поединка были видны проблемы. Да. Были видны проблемы у Гарсии. Гарсия психологически нестабилен, но при этом яркий, с оттенком скандальности, как ты уже сказал, супермедийный. Ну и Дэвин Хэйни. А вспомни, как они встретились, и там Гарсия психанул и просто уже откровенно толкнул Дэвина Хэйни. Да. При встрече. Вполне возможно, Гарсия пытается, как говорят, забраться в голову Хэйни, получится ли у него, не потеряет ли он как бы сам рассудок при этом. Будет интересно, тем более он сейчас сменил тренера. Да, Дерек Джеймс, тренер Эрла Спенса, сейчас тренирует как раз таки Райана Гарсию. Вот у него как-то, ты с тренерами знаешь, вот он одного, второго, третьего меняет, нет вот какого-то стабильности, постоянства, вот не хватает чего-то Райану. Возможно. Но может сейчас он нашел вот эту, как говорится, химию со своим новым тренером. Может быть, может быть. Сейчас он получит от него какие-то нужные прям наставления. Ну, да. И нужно еще отметить, что парни, естественно, успели уже попикероваться, обменялись резкими, словесными, так сказать, эскападами. И Дэвин Хэйни сказал, я избавлю мир профессионального бокса от этого клоуна. Он уже всем надоел, мне он надоел уже тоже, поэтому я его просто нокаутирую, чтобы вообще не было никаких вопросов, и о реванше никто не заикался. И, в свою очередь, Райан Гарсия тоже сказал, вы увидите другого Райана Гарсию, нового, который снесет этого Дэвина Хэйни с ринга, и я стану королем. Ну, многие считают, что у Гарсии есть шанс именно того, что он бьющий. То есть, 24 победы, 20 из них досрочные. Ну, я считаю, что все-таки для меня лично шансов больше у Дэвина Хэйни. Почему? А, он супер дисциплинированный боксер, супер. Супер, да. У него великолепная боксерская IQ, он прекрасно ориентируется в ринге, работает от соперника, очень быстрый и по-прежнему крупный для этой весовой категории. И, в принципе, если захочет, может и врезать. Если Гарсия где-то немножко там зазевается, Хэйни может ударить. Тем более, как ты и говоришь, он действительно крупный, потому что многие его упрекают в том, что он находится на каком-то, возможно, препарате, который не могут найти, но который дает ему возможность находиться таким большим, сильным и оставаться в этой весовой категории. Ну, насчет препаратов не знаю, но... Ну, это все на уровне слухов, конечно же. Да, но то, что Хэйни профессионал с большой буквы П, это 300%. Это, что называется, как с добрым утром. Ну, вспомни, как он два раза побил того же самого австралийского боксера. Джорджа Камбососа. Джорджа Камбососа, да. И сделал это, ну, в большей степени уверенно один раз. Второй раз вообще играючи практически. И поехал, причем, на территории своего соперника. Поэтому, да, Давид Хэйни здесь фаворит, но Райан Гарсия, он такой, он может и, так сказать, сесть в лужу, а может и посадить соперника в лужу. Поэтому здесь есть интрига, есть такая непредсказуемость, которая, в общем-то, волнует сердца болельщиков, любителей профессионального бокса. Ну, что ж, вот такие выходные нам предстоят. Очень интригующее, очень интересное. Дэвин Хэйни против Райана Гарсия в главном поединке. Соответственно, это по нашему времени утро воскресенья и вечер в субботу в США. Поэтому традиционно любите бокс, берегите себя, подписывайтесь на нас в социальных сетях. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова